А что простые американцы сейчас думают о русских? Вот сейчас давайте не без политики, без всего, просто есть простые. Я думаю, что сейчас в наше время без политики разговаривать про это вообще невозможно. Вот просто есть люди, и у нас есть люди, и там есть люди. Есть тепло-то, доброта хоть какая-то или ненависть? Я думаю, что... Ну, я всегда отвечал на этот вопрос до 14-го года, до 16-го года, что, в принципе, американцы про русских не думают. Ну так. Вовсе. Вот, как бы, если мы едем на такси, или там в автобусе, или где-нибудь там зашли в какую-нибудь кафешку, или там на работе в России, то мы слушаем американскую музыку. Нет-нет, она звучит. Мы видим англоязычные там какого-то буквы где-то. Как бы ни было самоусловие атмосферы, в которой мы живем, на бывает, что мы являемся какой-то вот провинцией, ну, какого-то большого мира там, который... Но когда ты находишься в этом центре, то ты не думаешь про эту провинцию. То есть, тоже так же, как мы на Алтае часто можем вспоминать про Москву, а Москва-то редко про нас помнится. Вот. И поэтому это, ну, синдром... Я его называл столичный синдром. Да. На данный момент, благодаря СВО, там, благодаря все, что происходит в мире сегодня, американцы, в частности, западные люди, в целом, конечно, думают про Россию намного больше. Хотелось бы, чтобы условия их вспоминаний о нас были какие-то другие, нежели чем эти. Есть ли теплое... Но я не вижу, чтобы американцы даже с вами, моих друзей, знакомых, родственников, как-то там видели русских, как совокупное зло. Большинство, они неплохо развечают разницу между государством и народом. И что есть народ, есть госполитика. Мы сами понимаем, то есть, американцы бы сказали, что нас не всегда устраивает наше государство, что оно делает. Поэтому, ну, что здесь поделаешь.